Сегодня у нас в гостях Лудуб Ачиров, певец и композитор. Привет, Лудуб! Здрасте! Скажи, как твои дела? Все в порядке, все в отличие. Как добрался? Пробок не было? Пробок, по-моему, не было. Скажи, вот как ты вдохновился вообще стать музыкантом? Не то, чтобы я вдохновился, скорее меня, как бы, случай такой был, потому что в детском саду мы готовились к утреннику, и там наша музыкальная руководитель Елена Анатольевна сказала каждой группе разучить песню. И я был в пятой группе, мне надо было разучить песню, сказка называется. Я ее разучил, исполнил на утреннике, и эта песня настолько понравилась им, когда я ее исполнял, что люди некоторые даже плакали. И потом моя мама приходит, говорит, что наш сын поет, но никто не мог поверить, потому что дома я не пел. А потом поехали мы к брату, моему Алагу Егорову, который записал у меня там эту песню. Потом уже была другая песня, половинка, а потом уже брат начал писать для меня песни. Вот так вот я и начал. Лудуб, твой крайний клип получил название «Сумеция». А что это за страна? Я ее на карте не смогла найти. Эта страна находится далеко очень в небе, можно сказать, даже в космосе. Там 95% это музыканты, а 5% это обычные люди. И я из этой страны пришел, там я жил, сочинял музыку раньше, в прошлой жизни. И из-за этого я стал музыкантом. Там нет войны, там нет каких-то там ужей, злости, обиды. Там только добро, мир, любовь и все самые лучшие качества. Я рассказывал своим родителям про эту страну. Моя мама говорила, что это фантазия вся такая. Да и папа тоже относился скептически к моим словам. И он так, ради интереса, ради шутки, меня решил просто подкальнуть, спросил, там есть песни? Я сказал, есть. И спел ему песню. Ему эта песня насколько понравилась, что ее потом мы аранжировали. Потом Мира Максимова написала слова на английском языке. И там есть такой небольшой фрагмент, где я пою на том сумецком языке, на том языке из той страны. Вот так вот эта песня появилась. А тебе трудно было сниматься в клипе? Просто когда я смотрел, ты там был в четырех разных нарядах. Ну да. Ну конечно, было трудно, но даже наоборот, мне кажется, эти трудности добавили, мне кажется, реалистичности в этот. Особенно, да, добавили реалистичности. И мне наоборот, это в радость было сниматься, потому что это очень интересно. А есть у тебя в жизни, как бы, самый яркий такой момент, насыщенный, интересный, запоминающийся? Ну это, наверное, когда я получил, когда стал лучшим исполнителем года 2015 по версии «Киндер Мусс и Бородс». Мы были в гримерной, это в Кримерском дворце. Мы же сильные люди, пойдем посмотрим на победителя. Только к сцене подходим, объявляют луду борщиков. Там вообще никто не ожидал же, мы не ожидали. Такая там, можно сказать, даже паника была. Успели меня вывезти, вручили мне эту тарелку. А еще какие-нибудь есть у тебя награды? Можешь рассказать? Есть. В 2016 году получил Грам-при в конкурсе «Дебют лучших детских композиторов России» с двумя произведениями, с фориациями на «Трегму Паганини». И с 300-летних фортепиано с этими двумя произведениями я получил. А какая твоя именно песня, которую ты сам написал, тебе больше нравится? Практически все нравятся, но нравятся те, которые «Сумеция», «Амбасо». Какие еще? Вот эти две песни мне больше всего нравятся. А у тебя в планах есть еще какая-нибудь песня, которую, может, ты разрабатываешь? Ну, про что она будет? Смотрите, песни я не сочиняю так, как будто «О, надо придумать что-то там прямо». Песня приходит спонтанно. Если придет мелодия, там слова найдешь и напишешь песню. А вот я написал недавно концерт для фортепиано с оркестром, с симфоническим оркестром, а в июне этого года закончил концерт для народного оркестра, для фортепиано и оркестр бурятских народных инструментов. Я к классической музыке отношусь плохо. Ну, слушаю очень редко. Не взлюбил почему-то, а вот как научиться ее слушать? Надо понимать, что ты слушаешь. Не просто включив там Бетховена или Моцарта и слушаешь, а надо понимать, о чем произведение, заинтересоваться сюжетом. Ведь каждый композитор вносит произведение свое, какую-то идею, мысль. Если ты сможешь ее уловить, все смогут ее уловить, то тогда будет, мне кажется, слушать ее интересно. Я считаю, что надо подавать классическую музыку не как что-то сложное, а может быть в какой-то такой интересной форме такой. Не просто пришли в театр и слушайте там час-два, а как-то может быть ее приспосабливать для людей, для их мировоззрения, для их мышления, как-то подавать ее так и приспосабливать для людей. И мне кажется, тогда люди начнут ее хорошо воспринимать. Мне так кажется. Вудук, мы все тебя благодарим за то, что ты пришел к нам, выделил время. Желаем тебе творческого успеха, новых высот, достижений. Спасибо, я был рад с вами пообщаться в такой вот непринужденной обстановке. И я впервые, мне кажется, пообщался не как прям интервью, сколько вам лет, сколько вы занимаетесь, а просто в непринужденной обстановке, как будто мы встретились, познакомились и общаемся. Это мне очень радует меня. Спасибо вам. Спасибо тебе главное. Что ж, а сейчас мы посмотрим клип Лудупа Ачирова с Эммицией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok